Страх является природой женщины. Женщина страхом мотивируется на отсутствие гармонии, неизвестность. Страх является основной силой страдания для женщины. Незащищенность. Когда нет семьи, для нее тоже страшно. Без кого-то жить, чтобы кто-то был рядом, ей надо обязательно женщина. Для кого-то. Женщина живет для кого-то. Мужчина живет для победы. Ему нужна объект труда. Объект, как у меня один знакомый мальчик, родственник говорит, я не могу жить, хочу покончить с собой. Потому что у него нет объекта, ему надо что-то побеждать. Нет объекта труда. Нечем заняться. Сам себя не может занять, потому что ленивый. А вокруг рядом некому пинка дать. Вот он и мучается бедным. Вот. Мужчине нужно что-то побеждать. Куда-то двигать себя надо. А женщине нужно что? Стабильность. В виде отношений. Ей нужны отношения. Если есть кого мучить, она счастлива. Чем занимается в отношениях женщина? Вот муж есть, чем она занимается? Она его приводит в порядок постоянно. Потому что природа женщины это все держать в стабильности. То есть муж, мужчина, он как... Ему не нравится стабильность. Ему надо... А она его в порядок постоянно. Домой пришел, это ставим сюда, это ставим туда, то туда, то сюда. Садимся кушать. Что это ты сегодня не то кушаешь, непорядок. Ну то есть... Ей надо постоянно, чтобы была стабильность женщине. Если мужчина об этом не знает, он злится. Ну что она от меня достает? Есть еще другая причина, потому что... Почему женщина достает мужчину? Знаете почему? Потому что это объект ее эксплуатации. Мужчина достает весь этот мир. Всех долбает. А женщина достает только мужчину. И своих детей. Ей вообще не волнует этот мир. Она достает только их. Потому что это объект ее трансформации. Она мужу говорит, мы никогда так не должны поступать. Мужу. Он говорит, я отдельно от тебя, я сам поступаю, ты сама. Она говорит, нет, мы вместе поступаем. Почему? Потому что у женщины природа такая, что она не может жить своим счастьем, своей жизнью. Она живет жизнью своих детей, переживает за них. И живет жизнью своего мужа. И мужа это достает конкретно. Он думает, господи, взял жену, а получился диктатор. Ну то есть женщина, она не может глядеть на то, как мужчина неправильно живет. Она с ума сойдет просто. Это самоубийство для нее терпеть, когда мужчина что-то делает неправильно. Будет плакать, страдать. И в конце концов начнет просто ему говорить, что так нельзя делать, это нехорошо. Помните Золушка там, это не Золушка, а Мальвина про Буратино, она там всех строила, всех кукол. Это природа женщины. Чтобы все было правильно. Мальвина такая природа. Все было правильно. Теперь, если говорить о женщине и мужчине, то важно еще кое-что очень важное понять всем, и мужчинам, и женщинам. Что по факту в этих отношениях живет только женщина. В отношениях между мужчиной и женщиной живет женщина. А мужчина служит этой жизни. И это объясняет, что женщина это река. Если река перекрыта, плотина перекрыта, то жизни нет ни у кого. Приведу пример. Допустим, женщине нужно что-то в жизни. Мужчина делает преграду, говорит, не будет этого надо никогда. Ну а ей надо, она туда течет. Это ее природа. Допустим, ей нужно сладкое есть, женщине нужно есть сладкое. Часто мужчины завидуют женщинам. Неосознанная зависть. Женщины тоже могут завидовать мужчинам. Как мужчины завидуют женщинам? Женщина говорит, хочу сладенького. Он говорит, сколько можно сладенького. Какая тебе разница? Родишься женщиной, поймешь, сколько можно сладенького. А сейчас в мужском теле не надо об этом думать. Жена хочет сладкого, дай ей. Это ее река, она туда течет. Хорошо, он говорит, сладкого не будет в доме. Делает плотину, перекрывает. Что дальше будет? Что река делает дальше? У нее два варианта. Если она сильная река, она ее чуть с плотиной делает. Прорывает. И перетекает. Грязь. И плотина улетела. Наел и сладкого сидит. Прямо как бы подружки угостили. Вот. Потому что сладкая пища дает женщине энергии любви. Сладкий вкус от энергии любви. И она питает ее гормональные функции, настроение. Если сладкого нет, настроения нет. Нужно сладкое. Но если мужчина перекрыл плотину, поставил, то лучше... Это хорошо, если она сильная и прорвет эту плотину. Он думает, что с тобой вообще ничего. Вот. Значит, все нормально. Но если она не прорвала, плотина очень высокая, что дальше с рекой происходит? Она меняет русло. Утекает просто. Пойдет туда, где сладкое дают. Все, бросит этого мужика. Он будет страдать, потому что жизнь его высыхает без жены. Сухо становится жить. Потому что женщина, когда счастлива... Счастливы дети, счастлив муж, счастливы животные в доме. Все счастливы, потому что женщина счастлива. Она является центром жизни. Река жизни. Женщина течет, живет, значит. Мужчина заботится об этой реке. Берегам очень хорошо, когда река течет. Они тоже влагу получают от этой любви. Женщина, когда счастлива, мужчине тоже хорошо. Когда женщина несчастна в доме, он подходит к ней и говорит, что такое, в чем дело? Она говорит, я тебя трогаю, я тебя не трогаю. Отстань от меня. Это еще тоже надо мужчине понять, что у женщины характер, настроение меняется, независимо от ее желания. У нее сегодня хорошее настроение, через пять минут плохое. Настроение у женщины движется постоянно. И она не может его контролировать. И не сможет никогда. А от настроения ее зависит все состояние в семье. Иногда бывает, когда мужчина должен счастье от Бога получать. Пришел домой, смотрит, жена такая, на него смотрит, такая, отшибленная. Все, получай счастье от Бога. Учись не зависеть от женской энергии. Стань самодостаточным. Иди в гараж, потрудись там. Ну, что-нибудь делай. Помолись. Но если ты бегаешь за женщиной, которая не может тебе сейчас дать хорошего настроения, потому что у нее нет его. Она устала, отдыхает. Значит, будет скандал. Вообще, когда видишь, что женщина не улыбается, к тебе ты пришел, вообще, подальше от нее держись, потому что точно будет скандал. Женщина, если не улыбается, значит, будет искать все недостатки всякие, капризничать. Потому что женщина никогда не считает, что она в чем-то виновата. Если ей плохо, значит, виноват всегда только муж. Даже если детям плохо, все равно муж виноват. Это ее психика так естественно работает. Она это логически доказывает. Она уверена, что в уши просто виноват. Уверена. Но когда настроение лучше стало, она говорит, все, ты не виноват. Так же точно уверена. Тоже доказывает, почему. Психика очень подвижная у женщины. Она постоянно меняется. Женщины должны это принять в своей жизни. Мужчины тоже. Женщина эксплуатирует мужчину, мужа. Поэтому ему всегда достается. Если женщина смиренная, не эксплуатирует мужа, терпит все время. Это очень опасно. Это означает, что она может бросить. Она тогда будет терпеть, 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 терпеть. Потом хрязь. И ушла. И потом не возвращаются такие женщины. Поэтому если женщина капризничает, это хорошо. Это означает, что она не терпит. Потому что если женщина не капризничает, значит, она терпит. А если она терпит, значит, бросит. Но если женщина слишком сильно капризничает, значит, нужно немножко дистанцию увеличить. Мужчина. Чуть подальше. Нужно берега раздвинуть, чтобы она себе спокойно текла. Не наваливалась на берега, не подмывала. Как женщинам быть со своим характером? Первое, что нужно сделать, нужно принять свою природу. Большинство женщин не принимают свою женскую природу. Они не согласны в основном с тем, что я очень беспокойная. У меня очень беспокойный ум. Не согласны. Если ты хочешь любить людей, ты не можешь быть спокойным. Любовь – это подвижная энергия. Она не может быть спокойной. Любовь, нежность, доброта – это постоянные изменения. Психика должна меняться. Женщина не должна себя обвинять за то, что она беспокойная. Также она должна понять, что ей придется тяжело жить в этом мире, потому что высокая чувствительность. Эта одежда не нравится, эта одежда не нравится. Я разок. Мужчин, никогда не покупайте сами украшения жене и одежду. Это безумие полное. Я разок провел эксперимент. Я поехал в Индию и просто решил жене купить сережки. Я медитировать начал. У меня есть способности. Какие сережки ей подойдут. Сфотографировал 120 видов сережек, которые ей подойдут. И выслал ей на почту. Она выбрала два вида всего из них. И один не понравился, когда я привез. Я понял, что у меня нет шансов просто. Выбрать нет шансов вообще. Просто нет шансов. Она может носить из любви к мужу, но чтобы ей вот самой понравилось, это нереально сложно сделать. Я что-то не так делаю, женщины? Что-то не так говорю? Правильно? Ну вот, подарки надо хитрить. Допустим, сказать жене, пойдем на экскурсию в супермаркет. Пошли на экскурсию в супермаркет и как бы спрашивать. Вот представь себе, что, допустим, есть какие-то украшения, которые мы никогда не купим. Или просто не купим. Посмотри, какие бы тебе понравились из них. Мы сегодня вообще точно ничего не купим. Но посмотри, вот просто мне интересно, что тебе может понравиться. Ну что, смотрите, это же естественно для нее смотреть, что ей понравится. Потому что она женщина. Но она найдет, что ей понравилось. Причем, мужчины, знайте, что не надейтесь, что ей понравится дешевле. У меня просто, это реально, вот тут как бы мой опыт. То есть мы разок в Джайпуре приехали с друзьями. У нас есть один друг. Ну такой богатый человек, достаточно состоятельный. И у него жена такая же тоже там, избирательная. И я ее пытался лечить камнями, ничего и не подошло. Вообще ничего не подошло. Думаю, ну есть люди, которым камни не подходят. Вопрос цены, оказывается. И там была такая ситуация, что мы пошли к моему знакомому, ювелиру. Там у него камней много разных. И понравились бусы из изумруда. Ну причем там было пять линеек изумруда, так вот отсюда до груди. Ну нормальные бусы. Нормальные как бы. Ну чуть может быть дешевле вашей квартиры. Я не знаю, как бы. Ну нормальные бусы из изумрудов. Понимаете? Но это самое главное, что он испугался покупать. Говорит, да что же такое бусы такие покупать. Я говорю, ну давай посмотрим. Может я просто, мне было интересно. Я говорю, ну понравилось. Давай сейчас пусть померить, посмотрим. И она у него такая болезненная. Постоянно голова кружится. Там туда-сё. И она одела бусы эти. Говорит, ой, голова не кружится. Он говорит, ну это самовнушение. Такой он возмутился, потому что денег много стоит. Я такой начал тестировать, смотрю. Нет, говорю, не самовнушение. Точно ей подходит. И он такой. Начал репу чесать. Но потом он всё-таки купил эти бусы ей. Он взял в рассрочку, купил. И потом она в них выносила ребёнка. Вот снимает, у неё тонус. Одевает, всё нормально. И так она ребёнка родила благодаря этим бусам. Представляете? Они её лечили. Вот чуть плохо она одевает, и в ней хорошо. А без них ей плохо всё время. Представляете? Но идея в чём заключается? Что он богатый бизнесмен, сильный. Вот не надейтесь, богатые бизнесмены, что же вам жена достанется, которая не будет деньги из вас вытягивать. Потому что если ты богатый, по природе, по твоей, тебе такая же жена достанется, и ей ничего не будет подходить, кроме дорогих вещей. Поэтому говорит, дорогая ты моя. Имеется в виду именно это. Дорогая означает, не дешёвая. Вот. Это так вам свой опыт рассказывал. В целом, если говорить уже о самой женщине, то нужно понять, что никто за женщину не сделает её счастливой. То есть она сама должна себя сделать. Женщина всегда хочет, чтобы кто-то её осчастливил. Такая природа. И она ждёт постоянно. Но ждать ничего не надо. Вот это ошибка. То есть, и так же не означает, что надо что-то заставлять делать. Но женщина должна начать жить в отношениях. Она должна учиться любить, заботиться обо всех. И причём здесь нужно иметь сверхактивную жизненную позицию. Не бойтесь ничего. Женщине позволено всё. Буквально всё. Например, она на улице идёт, и там ребёнок плачет чужой. Она может подойти к нему. И мать, когда приняло, и спасибо, что успокоили. Вообще не будет против. Женщине в социальных отношениях позволено всё. Она может скопать какие угодно газоны, успокоить кого угодно, накопарнить пирожками. У меня, допустим, жена очень легко, когда мы жили там в разных квартирах, она очень легко устанавливала отношения с соседями. Надолго. Она просто... Мы приезжали куда-то, она... Ей просто не нравилось, когда люди, все соседи чужие. Ей хотел, чтобы все были родными. Она приезжала, сразу же печь эти пирожки. Куда-то приезжала, сразу пирожки. И сразу раз соседке звонит. Допустим, сосед открывает, она говорит, а ваша супруга дома? Он говорит, Манька, дам, или ещё как-то. И где тебя зовут? Та приходит, и она говорит, я новый рецепт отрабатываю. Пирожков. Попробуйте, пожалуйста. Вам понравится или нет? Та такая... Не хватает этого. Так вот, ты что-то, не хватает вот этого. Та раз опять идёт, заново всё печёт, короче, как она хочет. Приглашает её, звонит. Та такая... О, это уже вкусно. И та раз ей все эти пирожки, короче, отдаёт целую тарелку. И всё. Проходит полгода. Я просто случайно иду на работу, встречаю мужа её на лестничной клетке. И он смотрит на меня и улыбается. Почему? Потому что пирожки. Ну, то есть, уже установились отношения, и они будут всегда такими, они уже не поменяются. Потому что женщины создают отношения, а не мужики. Почему в обществе холод? В обществе холод. Почему? Потому что женщины нереализованы, они не создают отношения. «Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело». Ну, то есть, они создают отношения, женщины, и мужчины радуются. Они хороводы там, в древней культуре водили девушки. И они сшивали с ног мужиков коллективно всегда. Вот, допустим, парень не женатый, одна девушка не может ему понравиться. Она ему нравится среди всех девушек. Когда все девушки собирают, все улыбаются, они вместе ему по башке, бац, только, и одна потом уже его забирает себе. Потом следующий мужик. Коллективная энергия у женщин. Сейчас всей женщины, мужчины, не хватает им энергии природы, поэтому много людей бесплодных. Причина 90% — это застой, застой в органах малого таза. Если у вас нет детей, начните бегать, начните двигаться на природе, больше гулять, больше двигаться. Активная жизненная позиция по отношению к природе. И это может очень сильно помочь. Часто люди рожают, женщины рожают, забеременеют, когда они ездят на море. Часто женщин моря не хватает. Эта энергия тоже женская. Гормоны начинают на море лучше работать. В древней культуре женщины, когда вот вода и земля, вот эти две энергии соединяются, от того женщина, она получает гормональную силу. Часто женщины на время даже песок зарывали в мокрой, на солнце. Не в холодное такое, когда жарко. И они лежали в этом песке. И это помогало лечить бесплодие. Женщина наполнялась этой силой земли и воды одновременно. И солнце ей нужно тоже обязательно. Потому что солнце — это мужская энергия. Женщина не может жить без солнца, без мужской энергии. Всегда холодно. Мужчине всегда жарко. Потому что ему не хватает женской энергии. Холод — это женская энергия. Мужчина всегда перегревается. Им нужно холод для здоровья. А женщине для здоровья нужно тепло. Холод не подходит для здоровья женщин, а тепло подходит. Поэтому женщины должны лучше одеваться. Мужчин, наоборот, стараться мерзнуть чуть-чуть. Тогда они оба, и те, и другие становятся здоровыми. Также для женщин в здоровье нужны овощи, которые растут над землей. Корнеплоды, свекла, морковь — это мужская энергия. А женская энергия — это тыква, кабачки, патиссоны, баклажаны. Над землей, когда что-то растет, соприкасаясь с землей, особенно тыква, кабачки, лежит на земле, растет какой-то продукт, обурцы, он дает женскую энергию. Молоко также является женской энергией. Молочные сладости женщины должны есть. Вот, допустим, фрукты — это мужская энергия. А молочные сладости, фруктовые сладости — мужская энергия. Молочные сладости — женская энергия. Женщины не мотивируются просто аскезой. Вот, допустим, женщине надо двигаться. Если она не двигается, она тоже больной будет. Каждый человек должен двигаться. Но женщине, чтобы двигаться, ей надо двигаться так, чтобы была какая-то энергия любви. Искусство — это энергия любви. Допустим, художественная гимнастика — это вот женский вид спорта, потому что там есть любовь. Она что-то крутит постоянно там, что-то вращает, музыка. Поэтому женщина, когда она, допустим, двигается, ей нужна какая-то энергия любви. Некоторые женщины любят с собачками бегать. Вот собачка есть рядом, бежать интересно, нет. Это неинтересно. Нужна энергия любви. Или, допустим, под музыку бежать. Или танцевать, допустим. Женщины должны танцами заниматься все. Или петь. Или рисовать. Или танцевать. Или стихи сочи. Или психи декламировать. Но женщина должна обязательно что-то делать из этого. Иначе ее психическая энергия не двигается. Женщина не может жить без творчества. Ей нужно обязательно как-то себя растормаживать творчеством. Или движений, или танцы, или песни, или стихи. А? Рукоделие. Что-то красивое вязать можно. Ну, то есть, если она ничего этого не делает, то ее женская энергия не движется. Она стоит. И у нее, она капризничать начинает. Женщина, когда капризничен, значит, женская энергия застаивается, не двигается. Женщина постоянно должна искать вдохновение. Она не может жить без отношений, в которых ей объясняют, как ей жить. Если взять вот комфортную ситуацию для женщины, в которой она очень сильно себя чувствует, эта вся жизнь полностью расписана. Женщина должна иметь схему, как жить, полную инструкцию. И тогда она становится асом, специалистом в жизни. Она становится мудрецом, если она имеет эту инструкцию. Мужчина так жить не сможет. Мужчина по инструкции не живет. Мы когда что-то покупаем с женой, я говорю, слушай, почитай инструкцию. Я говорю, я не могу. Мне нужно понять, как действует. Когда я увижу, что оно действует, я пойму все, куда мелочей. И она идеально изучает. Она говорит, это так, это так, вот это вот так не надо. Вот это так не бери, так бери. Вот, то есть, ну полностью, как бы, женская природа, вот она, инструкция для нее, это самое милое дело. Когда мужчина начал видеть, как действует, ему дальше инструкции уже не нужны. А женщине всегда нужны инструкции. Женщины как лекции слушают? А мужчины как? Мужчины сравнивают со своим знанием. Это правильно, правильно, неправильно, правильно, неправильно. Когда первый раз мужчины на лекцию приходят, они так, у них такая схема, дурак, не дурак, дурак, не дурак. Они пытаются понять, слушать человека или нет. Всю лекцию первую. А потом он начинает сравнивать и говорит, и женщина его спрашивает, как тебе лекция понравилась? Он говорит, да, все правильно говорит. Она говорит, ты что-то новое услышал? Он говорит, не, ничего не услышал. Ну, все правильно, молодец. Восприятие мира разное совершенно. Женщина быстрее обучается. Скорость обучения у женщины в два раза быстрее, чем у мужчины. И даже практически женщина обучается быстрее, если есть инструкции. Но если инструкции нет, женщина вообще не может обучаться. А мужчина в этой среде обучается очень быстро. Мужчина обучается медленнее, но потом у него на дольше знание сохраняется. Он застывает, он фундаментирует это знание, идет в этом направлении. Женщине всегда нужна подпитка, чтобы идти в каком-то направлении. Она должна вдохновение черпать постоянно. Если вдохновения нет, она закисает. Потому что у женщины разум имеет чистоту, но не имеет силы. А у мужчины разум имеет силы, но и не имеет чистоты. Мужчина хочет куда-то идти, а куда не знает. Женщина знает куда, но у нее нет силы. Вместе они могут, если сотрудничают, они становятся силой. Мужчина-женщина вместе. По природе женщина очень болезненная. Это не значит, что она больная. Она болезненная. Мне постоянно что-то побаливает. И это нормально мужчине. Не думайте, что вам не повезло, как бы вы жену себе какую-то странную взяли, мне что-то побаливает все время. Это нормально для женщины. Мне что-то там побаливает, здесь побаливает. Мужчины болеют только в реанимации. И женщины должны очень внимательно следить за мужем. Надо внимательно смотреть за мужиками, потому что мужчина не чувствует болезни. Это правда. Тело мужское не чувствует болезни. Он думает, что я здоров. А болезнь уже есть. Женщина же никогда не пропускает болезнь, поэтому женщины живут дольше. Хоть и болеют постоянно. Мужчины же могут жить дольше, если жена следит за ним. Я когда к глазному пришел, глаза проверять, со мной пришла жена, профессор говорит, а вы что пришли? Я говорю, это моя жена, она следит за всем, как я лечусь. Он говорит, я понимаю. Я говорю, у меня точно так же. Хотя я сам врач, но у меня жена следит за моим лечением всегда, потому что она женщина. Мужчина как бы не по барабану, не следит. Но если он уже включился в лечение, он знает, что он болит, тогда он будет следить. Но пока он не знает, он не будет следить. Поэтому мужчина часто пропускает болезнь. Ну, побаливает там, ну, вываливается кишка, ну, не какаю я пять дней, ну, ничего, ничего страшного, покакаю ведь все равно. Не понимает, что болезнь уже пришла в его жизнь. Ну, ничего страшного. Вы развиваетесь. То есть я вам говорил, что когда женщина не развита, она приобретает мужские качества. Это не значит, что она как мужчина. Это значит, что у них батарейки разглядились, женские батарейки разглядеть. Нужно начать по-женской жить, женскую природу развивать. И сразу же, как батарейки заряжаются, вы чувствуете себя женщиной. Сразу чувствительной там и так далее. Это просто результат зарядки батареек. Но если вы упахиваетесь целыми днями там на работе, о семье не думаете, о детях не думаете, думаете о повышении своих, как бы, возможностей там в труде, квалификации там и так далее, тогда вы не будете чувствовать себя женщиной. Батарейки разряжены. И мужские качества начнут проявляться. Это зависит от мотивации в жизни, от того, на что вы настроены. Поэтому я говорю женщины, вы станьте самим собой сначала, а потом уже на что-то рассчитывайте в жизни. Мотивацию правильную, а это не просто сделать. Я, допустим, у меня лекция, есть семинар по предназначению человека. Весь семинар говорю, что женщине сначала надо думать о замужестве. Заканчивается лекция, женщина подходит ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, кем мне работать? Не могу себя найти в работе. Я говорю, вы замужем? Она говорит, нет. Я говорю, надо сначала думать о замужестве. Она смотрит на меня. Ну, я и думаю о замужестве, а кем мне работать-то? Я не могу себя найти. Я говорю, так вы, если думаете о работе, вы никогда не выйдете замуж, и никогда не найдете работу. Она говорит, Я говорю, почему? Я говорю, потому что вы должны настроиться на замужество сначала. И когда вы настроитесь на замужество, начнете как женщина себя вести, вы успокоитесь. Ко-ко. И тогда вы на любой работе, которая вам более-менее подходит, будете спокойно работать и не париться. Потому что женщине найти себе работу, чтобы полностью подходила женщине, невозможно. Невозможно, женщины. Потому что там деловые отношения на работе, а вы не деловые. Женщина соткана из близких отношений. Поэтому между мужчиной и женщиной дружбы не бывает. Потому что нет дружеских отношений. Есть или близкие отношения, или деловые. Или мужской тип отношений, деловые. Или женские означает любовь. Или привязанность. Но дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Есть отношения, допустим, брат-сестра, это любовь. Но она не имеет половое желание в себе. Но это любовь тоже. Это близкие отношения. Но если вы завели себе друга, значит, вы будете советоваться с ним, женщины. Потому что женщина, она сохраняет семью благодаря тому, что она держит свое сердце перед мужем открытым. Ее сердце открыто перед мужем. И поэтому он верен ей. Но если она открывает сердце другу, то тогда она теряет мужа. Потому что верность означает откровение для женщины. Если мужчина, ваша жена, молчаливая с вами, ничего вам не говорит, как она живет, это очень опасно. Это означает, что она может начать говорить кому-то другому, а потом он ее перетянет незаметненько. И ничего не сделает. Потому что сердце ее закрыто. Часто это бывает из-за грубости мужчин. Мужчина должен очень аккуратно женщины себя вести. Представьте себе, кушинка такая летит. Если до нее дотронешься, она искалеченной становится. Но она все время летит. Ее надо поправлять. И ты так, кушинкой. Вот ты живешь с такой кушинкой. С одной стороны, не поправлять нельзя, потому что улетит. А с другой стороны, дотрагиваться нельзя, потому что покалечишь. Вот ты думаешь, что делать. Продолжение следует...